Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский совет Республики Западной Армении. Приглашение. Международные военные эксперты высоко оценили армянскую продукцию, представленную на IDX 2019. В армии обороны Арцаха не подтвердили информацию Министерства обороны Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника. Миссия в Сирии – это суверенное решение Армении, сенатор Морозов. В результате взрыва в Сирии погибли 15 человек. 21 февраля – Международный день родного языка. Концертом Post Classical Ensemble стартовали мероприятия армянского фестиваля в США весной 2020 года. Дамы и господа, в пятницу 22 февраля 2019 года в 19 часов состоится торжественная церемония в зале на 71-й авене 16 округа Парижа. Столетие мирной конференции и меморандумы, связанные с Западной Арменией. Эта церемония позволит представить исторический саммит после перемирия и прекращения 11 ноября 1918 года. Привело к ратификации Первого международного мирного договора – Версальский договор, который создал Лигу наций. Затем состоится презентация книги, посвященной этому событию. Мы высоко ценим ваше присутствие. Армен Акабрамян – президент Национального собрания Западной Армении. Армянская военная продукция, представленная на павильонах Всемирной выставки IDX 2019 в Абудабе, столица Объединенных Арабских Эмиратов, была высоко оценена международными военными экспертами. Об этом в беседе с Армен Пресс заявил пресс-секретарь Министерства обороны Артрум Ванесян во время своего недавнего визита в ОАЭ. IDX 2019 – это Всемирная выставка, которая проводится в Абудабе каждые два года. Оружие, боеприпасы, военная промышленность и военная продукция в целом имеет профиль в обоих направлениях – на суше и на море. Армения не только впервые участвовала в этом мероприятии, но и в целом мы впервые представили продукцию на международных выставках. Должен сказать, что некоторые международные эксперты уже зафиксировали и высоко оценили, что Армения представила такие интересные новости, отметил Ванесян. Пресс-секретарь Министерства обороны отметил, что были представлены новинки армянской военной промышленности. Было много новостей, особенно в области радиоэлектроники со стороны армянских военно-промышленных предприятий. Мероприятие только что закончилось, и у нас будет возможность подвести итоги, отметил он. В армии обороны Арцаха не подтвердили информацию Министерства обороны Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника. Так, пресс-секретарь АО Арцаха Нагорно-Карабахской республики Сенур Асратьян в беседе с корреспондентом Арм.Инфо, в частности, отметил, На данный момент такой информации нет. Если что-то такое произойдет, общество своевременно будет проинформировано об этом. Ранее Минобороны Азербайджана распространило информацию о том, что якобы 21 февраля в дневные часы в Агдамском направлении армянский тактический беспилотный аппарат БПЛА-Х-55 пытался провести разведку позиций азербайджанских войск. Однако подразделения войск ПВО АР немедленно обнаружили и сбили беспилотники противника. Армения совершила очень важный шаг, направив гуманитарную миссию в Сирию. Там проживает большая армянская община, которая нуждается в помощи Родины. Об этом сказал член Совета Федерации России Игорь Морозов в ходе видеомоста Ириван-Москва на площадке пресс-центра «Спутник Армении». В Сирии проживает огромная армянская община, которая формировалась там веками. В свое время это государство приютило армян, которые спаслись от геноцида. И сейчас эти люди нуждаются в помощи со стороны Армении, отметил Морозов. По его словам, решение Армении также стоит приветствовать и в контексте поддержки внешнеполитических инициатив России как союзника по ОДКБ. Как считает сенатор, наличие армянской диаспоры делает Ириван потенциально важным игроком в политическом урегулировании сирийского кризиса. Межгосударственный договор между Арменией и Сирией подписан еще в 2001 году. Это та база, на которой основывается участие армянского контингента в гуманитарной миссии в Сирии, отметил Морозов. В сирийской провинции Дейр-Эс-Зор прогремел взрыв, сообщает агентство Hamar News. Взорвался заминированный автомобиль. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Уточняется, что взорвался автомобиль, который перевозил рабочих нефтяного месторождения Аль-Омар, который находится на территории подконтрольно-сирийским демократическим силам СДФ. Автомобиль был припаркован у больницы в деревне Аш-Шхиль. Вот уже 19 лет, 21 февраля, отмечается как Международный день родного языка. В оккупированных регионах Турции убыхский язык млахсоу, восточно-ассирийский, и греческий язык каппадокский полностью исчезли. В настоящее время полностью отменены. На грани исчезновения также языки ладино и гагаузский, сообщает новостной сайт armenihabr.am. Западно-армянский, румынский, амшенский, понтийский, греческий, абхазский, сурецкий относятся к языкам, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем на оккупированных территориях, в том числе и в Западной Армении. С 2000 года ЮНЕСКО отмечает 21 февраля как День родного языка. В этом году это событие вдвойне важнее, потому что ООН объявил 2019 год годом родных языков. По всему миру говорят более чем на 7 тысячах языков. 19 февраля в посольстве Армении в США состоялся гала-концерт, посвященный богатству и разнообразию армянского искусства и музыки. Об этом Арменпресс сообщили в управлении СМИ и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения. В сообщении также говорится, в мероприятии приняли участие члены исполкома предстоящего фестиваля, спонсоры и поклонники армянской культуры. Во время концерта выступил всемирно известный армянский виолончелист Нарек Ахназарян. В сопровождении концертмейстера постклассического ансамбля Нотелла Дрибрата. Исполнил для гостей произведения Бахали, Гетти, Худаяна Кудали и других. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Канкараур Энкер» в исполнении «Любонной спири». «Канкараур Энкер» в исполнении «Канкараур Энкер» в исполнении «Любонной спири». «Канкараур Энкер» в исполнении «Любонной спири». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok